Сам Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Добрый вечер. Мне бы хотелось начать с международной реакции на интервью Владимира Путина. Любое интервью Путина обсуждают на самые разные лады. И вот что интересно. Западные издания на разный лад обсуждают одну тему. Москва готова к ядерной войне или пока нет? Интересно было посмотреть китайский телеканал CGTN. Так вот, у них интересная формулировка. Позиция российского президента указывает на то, что Москва надеется, напротив, разрешить все споры и конфликты мирным путем и готова к переговорам, которые должны основываться на реальном положении дел. Кто здесь реалист? Китайцы или западный мир? Дело не в реалисте. Каждый видит, ну, такое свойство человеческой психики такового. Каждый видит вокруг себя то, на что он надеется. Если вы надеетесь на мир и стремитесь к миру, то вы будете видеть везде свидетельства и признаки желания других к миру, то, что питает вашей надеждой на мир. А если вы стремитесь к ядерной войне, к уничтожению человечества и к тому, чтобы покончить, наконец, с этими ужасными проблемами с миграцией, ЛГБТ и всем остальным и финансовыми рынками, тогда вы везде видите признаки ядерной войны. И вас интересует именно она. И они всерьез к ней готовятся. Все-таки американская разведка регулярно докладывает, что на самом деле русские, первое, не готовы к прямому столкновению с американцами, и они совершенно не готовы к нанесению ядерного удара. Это означает, что американская разведка приглашает американский эстеблишмент к агрессии. Потому что если русские не готовы к столкновению, значит, на них надо напасть. В агрессивном сознании надо напасть, пока они не стали готовы. И если Россия не готова к нанесению ядерного удара, значит, нужно нанести по ним максимально мощный удар, чтобы она не стала готова. Это, на самом деле, тоже манипулирующий сигнал. Прошли те времена, когда западные разведки искали истину и пытались понять, что происходит на самом деле. Сейчас они, как и западные журналисты, и не только западные, занимаются манипулированием. Просто чуть-чуть другой аудитории. Работают в агрессивной парадигме. Кстати, мне еще интересно остановиться, знаете, на чем Владимир Путин говорит, что России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики, а по паритету покупательной способности нам под силу обогнать Японию в ближайшие годы. Для некоторых это может показаться невероятным планом. Во-первых, вполне возможно, что существует у американцев намерение долбануть не по нам, а по японцам. В экономическом плане конкурент Китая, но в Китае страшно, а Япония тот конкурент, с которым уже творит все, что угодно. С другой стороны, если не брать столь драматические сценарии, ну, знаете, в Японии очень сильно стареет население. Там демократическая беда хуже, чем у нас намного. А с другой стороны, то есть их экономика находится в стагнации года этак с 90-го. Они свою долю в мировой экономике теряют просто неуклонно, вот монотонное снижение. А с другой стороны, у них очень высокие цены внутри, а паритет покупательной способности это то, что вы можете купить на ту же самую сумму денег. Но вот ВВП, это добавленная стоимость, которую страна произвела, ну, или там извлекла из недр. То есть Японию обогнать будет не так сложно? Сложно, но теоретически возможно. Если мы начнем, если мы перейдем от кусочного разрывного, так сказать, подпрыгивания к системной модернизации, к комплексному развитию, тогда, конечно, обогоним. Вопрос про деньги, который интересует всех. Вообще-то, может разразиться глобальная финансовая кризис. Рейтер, например, пишет, что изъятие российских активов в Европе может привести к банкротству в бельгийской расчетно-клиринговой системе EuroClear. Потому, говорят нам товарищи из Рейтера, что Центробанк России, в первую очередь, чем ответит? Помимо исков, да? Он может просто забрать 33 миллиарда евро активов EuroClear в российской юрисдикции, а потом подать иски для конфискации активов в Дубае и Гонконге. Нам есть чем ответить. И это же действительно финансовый цунами для всего мира. Ну, безусловно. Потому, что, знаете, в рыночной экономике не воруют не потому, что придет полицейский. Не воруют потому, что это чревато вашим банкротством. Если это не чревато банкротством, воруют быстро и легко. То есть это единственное, что сдерживает Евросоюз? Конечно. Это единственный моральный фактор, который сдерживает сегодняшний Запад. Ну, кроме того, что значит украсть наши деньги? Ведь это же не значит, что взять деньги из финансовых систем Европы и положить в карманы, например, европейских политиков или европейских промышленников. Нет. Эти деньги изымаются из финансовой системы Европы и через Украину быстренько-бодренько перекидываются американцы. А вы совершенно убеждены, что эти деньги никогда не вернутся сюда? Нет. Если мы скажем, что, дорогие друзья, знаете, у нас завалялось там 10 лишних атомных ракет, ядерных ракет, можно даже просто атомных. Вот, пожалуйста, Лондон, Вашингтон, Париж, Франкфурт на майне, Рим, там еще что-нибудь. Ну, давайте, время пошло. Через 72 часа или деньги у нас на счету, или, значит, кнопка у меня на пальце. В этом случае, ну, за 72 часа они не успеют, а за большее время, я думаю, что они вернут все и быстро. А, международное право? Так вы же не знали, что международное право отменили четверть века назад. Помните, была такая страна Югославия? Да. Тоже не помните. Югославию выполнено хорошо. Примите на веру, что международное право отменили четверть века назад. Если вы про это ничего не слышали, то это ваша проблема, а не наша. Ну, британская пресса еще в прошлом году ядерный ультиматум Россия обсуждала. Посмотрим. Благодарю вас, Михаил Геннадьевич. Спасибо. В студии 25-го часа Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Спасибо.